На Украине решили выпустить мемуары одного из идеологов нацизма Йозефа Геббельса. По данным СМИ, Харьковское издательство готовится отправить в печать дневники нацистского преступника, который был министром пропаганды в гитлеровской Германии. Как сухо сказано в аннотации, без этих записей невозможно полное понимание национал-социализма. Тысячи страниц переведены на украинский язык. В России дневники Геббельса решением суда внесены в список экстремистской литературы, но на Украине трансляция мыслей и воспоминаний ближайшего соратника Гитлера похожий лишь эпизод. Президент Порошенко за заслуги перед страной наградил уже современного писателя, известного на Украине целой серии откровенно антисемитских книг. Репортаж Юлии Ольховской. Подъем антисемитизма на постмайданной Украине уже не раз обсуждали как в украинской, так и в израильской прессе. Однако решение, принятое недавно президентом Украины, на этот раз может вылиться в громкий международный скандал. Так считают официальные представители еврейской общины. Петр Порошенко лично наградил высокой государственной наградой за вклад в культурно-просветительское развитие Украины, как отмечается в его указе, его, кстати, уже убрали с сайта президентской администрации, откровенного антисемита тернопольского писателя Василия Квасновского. Он написал 9 книг, в которых утверждает, например, что сейчас происходит цитата «оккупация Украины еврейскими фашистами». Президентское решение настолько возмутило представителей еврейской общины, что главный раввин Украины назвал его позором для страны. И в письменном обращении главе государства потребовал указ отменить. «Еврейская общественность Украины и других стран была шокирована новостью относительно того, что, согласно вашему указу, орденом свободы награжден Василий Квасновский, патологический антисемит, книги которого пропитаны ненавистью к евреям. В своих книгах Квасновский обвиняет евреев в ужасных преступлениях против украинского народа, включая голодомор, репрессии сталинского режима, уничтожение украинской культуры и захват власти на Украине». Цитаты из книг Квасновского вполне тянут на уголовную статью о разжигании межнациональной вражды. Да и сами названия так называемых литературных произведений говорят сами за себя. Израильский раввин Михаил Финкель знаком с трудами награжденного. «Их читать можно довязь и очень недолго. Характеризовать можно очень просто, что автор нацист, классический нацист, он не только является автор русофобом, но и юдофобом. То есть он ненавидит одинаково и русских, и евреев». Учитывая охватившую Украину эпидемию по искоренению всего русского, возможно, именно русофобская составляющая и стала главным критерием при выборе претендентов на госнаграды. В списке награжденных, помимо Квасновского, например, немало активистов Майдана. «Современная Украина находится в процессе такого форсированного нациостроительства. Соответственно, те писатели, которые вот так вот интерпретируют историю Украины как историю национально-освободительной борьбы украинского народа против евреев, против русских, против поляков, они возвышаются». Тем временем, израильские пользователи интернета активно комментируют новость о скандальном награждении, вспоминая и другие, недавно пришедшие с Украины. В Умане вандалы облили красной краской вход в синагогу и оставили в помещении отрезанную свиную голову. А в Одесской области неизвестные повредили памятный знак жертвам Холокоста. «Пора Израилю отменить безвизовый режим с Украины. Ведь столько этих антисемитов приезжает в Израиль». Израильские власти пока официально не отреагировали на вопиющие решения украинского президента. При этом антисемитские выходки в Киеве, очевидно, не остаются незамеченными. Факельные шествия, героизация националистов, переименование улиц в честь тех, кто причастен к Холокосту. Президент Израиля Ривлин, выступая в Верховной Раде во время своего последнего визита в Киев, даже посчитал нужным напомнить украинским депутатам страницы из истории. «Около полутора миллиона евреев были убиты на территории современной Украины во время Второй мировой войны. В Бабьем Яру и многих других местах. Многие пособники преступления были украинцами. И среди них особо выделялись бойцы ОУН, которые издевались над евреями, убивали их, во многих случаях выдавали немцам». И вот спустя всего несколько месяцев после этого выступления израильского президента, назвавшего националистов ОУН пособниками нацистов на Украине, готовятся их реабилитировать. Уже обсуждается юридическая процедура. На фоне всех этих событий активное стремление Украины расширять сотрудничество с Израилем выглядит не иначе, как проявление лицемерия и двойных стандартов, считают политологи. Готовы ли к такому сотрудничеству еврейское государство? Большой вопрос. В конце декабря в Иерусалим должен был приехать украинский премьер Владимир Гройсман. Однако глава израильского правительства Нетаньяхов в последний момент его визит отменил.